Пироноспороз Так не пойдет. Пошли в теплицу. Не холодно. Пироноспороз способен оставить нас без половины урожая лука, а вторая половина будет просто плохо храниться зимой. Что это за болезнь и как с ней бороться, расскажу вам на канале Антонов сад. Я Екатерина Новикова. Пироноспороз, он же ложная мучнистая роса, это самое популярное заболевание лука. Разносится очень легко ветром, поэтому поражает и соседние растения. Поражается не только лук, но и чеснок, и огурцы, поэтому страдает обычно большая часть огорода. Я на своем участке, к сожалению, сталкивалась с пироноспорозом, поэтому теперь провожу обработки для профилактики. Как его опознать? Сначала на перьях лука появляются желтые или бледно-зеленые пятнышки. Затем появляется серовато-фиолетовый налет. Пятна разрастаются, и перо лука становится будто бы гофрированным. Перо усыхает и полегает. В итоге мы лишаемся части урожая или же получаем недоразвитые луковицы, которые впоследствии плохо хранятся. Самые лучшие условия для развития пироноспороза – это высокая влажность и резкие перепады дневных и ночных температур. При плюс 15-16 он отлично себя чувствует и развивается. Поэтому часто пироноспороз начинается где-то в конце весны, когда ночи еще холодные, а дневные температуры уже довольно высокие. Поэтому профилактическую обработку начинаем, как только у лука отрастает 3-4 листа. И это не обработка нашатырем или молоком с йодом. Не работают эти методы. Ну, совсем. Проверено. Чтобы защитить растение от ложной мучнистой росы, особенно если она уже была на вашем участке, способны только препараты. Поэтому я на своем участке использую такой препарат, как Профит Голд. Вы о нем наверняка слышали, потому что он отлично еще борется против фитофторы. И производит его, кстати, зеленая аптека садовода. Опрыскивать нужно именно профилактически, до появления признаков заболевания. Внутри растения препарат блокирует развитие болезни. А снаружи образуют, скажем так, пленку, которая уничтожает возбудители и защищает растения от новых заражений. Дождем она не смывается и высокой влажности не боится. Опрыскивать нужно будет 3 раза с интервалом 8-12 дней в сухую безветренную погоду. Берем 3 грамма на 2,5 литра воды. Но это не все меры профилактики. Лук перед посадкой необходимо подготовить. Дело в том, что сам посевной материал уже может быть заражен, но мы этого не увидим, пока лук не начнет расти. А потому, чтобы обеззаразить луковицы и защитить от развития различных гнилей, необходимо замочить его в препарате Максим Дачник на полчаса. 2 мл препарата разводим в литре воды и используем для 1 кг севка. Потом подсушиваем, чтобы на поверхности лука образовалась пленка и можно сажать. Замечу, что обработанный лук сверху становится розового цвета. Так удобно увидеть, какие луковицы уже хорошо обработаны. Как вообще можно подготовить лук к посадке? У нас много материалов на сайте Антонов сад. Так что обязательно загляните. Обязательно соблюдаем все в оборот. Не сажайте одни и те же культуры годами на одном и том же месте. В этом случае накапливаются и патогены, и возбудители заболеваний, и вредители. Оптимально возвращать культуру на то же место, которое она произрастала, через 4-5 лет. Все в оборот, это действительно важно. Если же у вас не получается в меру ограничения пространства, обязательно используйте сидираты. Это все же выход. К тому же при выращивании одной и той же культуры на одном месте, почва существенно теряет в питании. Когда лук, морковь или, скажем, томаты, что-то вы выращиваете на одном и том же месте, почва истощается, накапливаются патогены. А отсюда, соответственно, развитие заболеваний и вредителей. Далее, ложная мучнистая роса лучше всего развивается там, где застаивается влага, мало света и нет движения воздуха. Поэтому не стоит загущать посадки. Сивок оптимально размещать на расстоянии 6-7 см между луковичками и 15 см между рядками. У шалота эти размеры составляют 8 см между луковицами и 20 см между рядками. У порея необходимо оставить расстояние 15-20 см и 30-35 см между рядками. Если вы выращиваете эксибишен, то между растениями 20 см, а между рядками 25 см. Осенью в обязательном порядке необходимо убирать растительные остатки, потому что пироноспороз отлично на них зимует. Если растения на данной грядке у вас болели, то весь растительный мусор обязательно сжигаем. Ну что, все запомнили? Давайте кратко повторим. Первое. Перед посадкой лук-сивок необходимо замочить в растворе Максим Дачник. На 1 кг сивка берем 2 мл препарата и разводим в литре воды. Соблюдаем севый оборот и не сажаем лук после лука. Не загущаем посадки. Это приводит к излишней влажности и недостатку света. При появлении 3-4 листьев обрабатываем наше растение препаратом Profit Gold. Обработок понадобится 3 с интервалом 8-12 дней. Осенью собираем все растительные остатки. Если же растения болели, то мусор сжигаем. Согласитесь, все условия несложные. А потому желаю вам вкусного и здорового урожая лука. А с вами на канале Антонов сад была Екатерина Новикова. До встречи!